Посоревноваться в инженерно-техническом творчестве с сильнейшими командами мира и перенять опыт других стран. Трое воспитанников школы информатики «Вектор плюс плюс» получили право войти в состав национальной сборной и представить нашу страну на престижном конкурсе юных инженеров-конструкторов в Тайване. Знание механики и кинематики перемещения роботов, оно нам позволило реализовать свой потенциал. И самое главное – это слаженность в самой команде. Для Владислава Захарова это первый опыт участия в инженерно-технических конкурсах. Школьник проверил свои навыки работы в команде, углубил знания по робототехнике и в очередной раз убедился, что не зря сделал выбор в пользу точных наук. В течение трех часов мы собирали трех роботов. Моя роль была – я выпиливал фанеру, делал моторы, иногда клеил, собирал, конструировал. Глеб Горькаев был капитаном команды. На его плечи легла ответственность за распределение ролей, контроль за ходом работ. Перед юным инженерами-конструкторами стояла задача – собрать из множества деталей цельный работающий механизм, использовав при этом знания по физике, электронике, технологии и другим предметам. Мне оказалось полезно ощутить новые условия, то есть очень сжатые сроки. Три часа – это крайне мало для трех роботов. И также опыт руководства. Евгений Корнеев в будущем хочет связать свою жизнь с программированием. На конкурсе в Тайване ему удалось посмотреть на то, как работают сильнейшие сборные и почерпнуть новые знания в области инженерно-технического творчества. Это огромный опыт. Во-вторых, это очень запоминающиеся эмоции, потому что каждый раз это новая страна, что-то новое открываешь для себя. И работа с другими командами очень активная. По итогам конкурса саровчане были награждены дипломом первой степени в номинации «Лучший дизайн». Наши ребята стали единственными призерами из всей российской делегации. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова